МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня вечером в программе «Автопатруль». Смерть на корабле. Мужчина потерял сознание, а позже скончался. На улице Борисенко столкнулись микроавтобус «Тойота Альфарт» и таксомотор «Тойота Приус». Секундное замешательство может дорого обойтись таксисту. В районе бухты Патрокол вечером желающие могли приобрести живых крабов, причем совершенно бесплатно. Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Смерть на корабле. Мужчина потерял сознание, а позже скончался. В городе Владивостоке на одном из судов, стоящих на рейде, мужчина потерял сознание. Коллеги немедленно сообщили о случившемся руководству, а те, в свою очередь, позвонили в скорую помощь. До берега мужчину доставили на рейдовом буксире. На место трагедии прибыла бригада интенсивной терапии. Они прибыли еще до подхода катера. Когда катер подошел, при осмотре пациента уже зафиксирована биологическая смерть. То есть, со слов тех, кто находился рядом, ориентировочно смерть наступила полтора-два часа назад. Но поскольку рядом не было медицинского работника, конечно, зафиксировать это никто не мог. Мужчину переместили с палубы буксира на причал. Медики констатировали смерть и передали информацию сотрудникам полиции. После осмотра будет решаться вопрос с вывозом тела. На площади Баляева грузовик столкнулся с универсалом. За рулем легкового автомобиля находился пожилой мужчина. Грузовой автомобиль Isuzu Forward движется по дороге в районе площади Баляева. В это время впереди него со второстепенной дороги выезжает Toyota Sprinter Karib. Проезжая мимо универсала, водитель грузовика чувствует удар в правый борт своей машины. Я еще ехал по главному, вижу, ну выезжает. Думаю, ну он остановился, все, я дальше еду. Почувствовал удар, все, остановился. Получается, говорит, поехала она у него сама. На вопрос, почему произошла авария, водитель автомобиля Toyota Sprinter Karib только разводит руками. Говорит, выезжал с территории магазина и никуда не торопился, когда все и произошло. Пропустил одну, вторую. Еще, смотрю, за ним еще одна машина идет. Ни с того ни сего, это вперед чуть двинулась, как нога на тормозе была. Чуть вперед двинулась, зацепил за него зад. И он меня развернул, потянул. Участники дорожно-транспортного происшествия решают разойтись, что говорится, полюбовно. В аварии пострадал в основном универсал, хозяин которого полностью признает свою вину. И Судзу Форвард отделывается только легкими царапинами по правому боку. Все, я претензий не имею. Все нормально. Ехать просто надо, работать. Из-за отсутствия претензий друг к другу, оба водителя разъезжаются, не оформляя аварию и без вызова сотрудников полиции. На проспекте Красного Знамени столкнулись Honda HR-V и Toyota Noach. Последний просто не успел затормозить. Микроавтобус Toyota Noach движется по проспекту Красного Знамени в сторону кольца Третий Рабочий. Внезапно водитель Микрика замечает, что идущий впереди автомобиль Honda HR-V останавливается. А дальше происходит то, что случается, когда дорожная ситуация просчитывается неверно. Ехал по дороге в обычном режиме. Машина вообще стояла, получается, на дороге. Все едут, а он остановился. Ждал, что он поедет, а он вообще стоит, но начал уворачиваться. Ну, а дорога скользкая. Скорость маленькая была. Может, именно из-за невысокой скорости Noach повреждение машин сравнительно легкие. Да и досталось в большей степени невнимательному микроавтобусу. Впрочем, это обстоятельство мало радует владельца внедорожника, который и остановился-то только лишь для того, чтобы избежать другого столкновения. На этот раз лобового. По словам водителя Хонды, причиной резкого торможения стал автомобиль Сузуки Джимни, вышедший на встречную полосу и довольно бодро двигавшийся по ней навстречу HR-V. От столкновения с ним паркетнику увернуться удалось, а от встречи с Noach удачи уже не хватило. Спровоцировавший ДТП Джимни дожидаться благодарности не стал и быстро покинул место организованной им аварии. Правда, у водителя Хонды остались его данные. За что спасибо регистратору. Однако есть сомнения, что сотрудники ДПС заинтересуются номерами и владельцами провокатора. И значит, рассчитываться за ремонт Хонды придется исключительно страховой компании микроавтобуса Toyota Noach. На улице Борисенко столкнулись микроавтобус Toyota Alphard и таксомотор Toyota Prius. Секундное замешательство может дорого обойтись таксисту. Микроавтобус Toyota Alphard движется от бухты Патрокол в сторону бухты Тихой. На единственном перекрестке микрик притормаживает, повторяя маневр, идущий впереди него машины. И тут же получает сильнейший удар в заднюю часть. Его невольным обидчиком становится автомобиль Toyota Prius, одной из таксомоторных компаний города, водитель которого просто немного отвлекся. Просто я отвлекся немного, а там машины остановились, и дистанция маленькая была, просто въехала. Все-таки вы догнали? Да, я догнал, я виноват. Скорости? Ну, тут небольшая скорость. А что ж такие разрушения? А? Что ж такие разрушения? Машины мягкие. Так, там одна, это, пластмасса. Prius пострадал основательно, и ремонт машин, вероятнее всего, встанет в немалую копеечку. Однако, как выясняется чуть позже, эти неприятности далеко не самые серьезные для владельца гибрида. Прибывшие едва ли не одновременно сотрудники ДПС и аварийный комиссар устанавливают, что у Prius закончилась страховка. И это мелкое прегрешение не имело бы большого значения, если бы не второй участник аварии. Дело в том, что поврежденный Альфард 2015 года выпуска из категории очень дорогих машин. И значит, ремонт его предприятия весьма недешевое. Но в отсутствии страховки все эти траты могут лечь и, вероятнее всего, лягут на плечи владельца Prius. В какую сумму оценят ущерб, нанесенный Альфарду, пока не ясно. Однако, как заявляют прибывшие специалисты, меньше пяти нулей в этой цифре не будет. Надо ли говорить, что при таких вводных данных услуги аварийного комиссара на месте ДТП не понадобились. К работе приступили сотрудники ДПС. Далее в программе. В районе бухты Патрокол вечером желающие могли приобрести живых крабов. Причем совершенно бесплатно. На катерной столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan Wing Road. Последний спровоцировал ДТП, неудачно увернувшись от третьей машины. Продолжение следует...